МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Эфир телеканала ННТ. Продолжают новости 24. Я Патимат Гаджиева. Коротко о главном. Очередное ДТП унесло жизни трех подростков. Трагедия произошла в Кизлярском районе. Этнофестиваль с участием студентов-иностранцев. В Махачкале прошло мероприятие под лозунгом «Укрепление межнационального мира и согласия». В политику идти не собираюсь, драться интереса больше нет, заявил популярный боец UFC. Подробности встречи Хабиба Нурмагомедова с дебинской молодежью через несколько минут. Три подростка погибли в Кизлярском районе при опрокидывании автомобиля, сообщает МВД Дагестана. Трагедия произошла накануне ночью около поворота в село Михеевка. 17-летний житель, управляя автомобилем «Лада Калина», не справился с рулевым управлением. Он и его 16-летний пассажир-односельчанин скончались на месте. Второй пассажир, 15-летний подросток, с травмами был доставлен в центральную больницу Кизляра, однако позже скончался. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения. Госинспектор Минприроды вымогал взятку в размере 50 тысяч рублей у рыбака. Инцидент произошел в Кизлярском районе. В пресс-службе Следственного комитета России по республике сообщили, что чиновник задержан. По данным ведомства, 8 сентября 2020 года в акватории Каспийского моря, недалеко от села Брянск Кизлярского района, инспектор, осмотрев рыболовецкое моторное судно, выявил нарушение. Чиновник потребовал от 37-летнего мужчины передать ему денежные средства в размере 50 тысяч рублей. В случае отказа он пригрозил, что заявит о якобы имеющемся факте незаконной добычи рыбы. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Более 2,5 тысяч доз вакцин от COVID-19 поступит в Дагестан. Об этом сообщают в Республиканском центре инфекционных заболеваний. Сейчас центр располагает 80 дозами, прививаются в первую очередь медработники красных зон при условии отсутствия у них антител к вирусу. После поступления основной партии вакцины прививку смогут получить также все желающие, не болевшие COVID-19 и без антител к вирусу. Что касается длительности приобретенного в результате вакцинации от COVID-19 иммунитета, то достоверных, точных данных здесь пока нет. В Махачкале прошел финальный этап ежегодного республиканского конкурса «Права глазами ребенка». Конкурс проводился среди учащихся школ Дагестана. Он инициирован региональным уполномоченным по правам человека и Министерством образования республики. Подробности у Хадижа Курбановой. Проблемы многодетных семей и пожилых людей и вопросы информационной безопасности в 21 веке. Эти и многие другие темы волнуют учеников дагестанских школ, что они и отобразили в своих письменных трудах, где анализируют правовое поле и демонстрируют новый взгляд на устоявшиеся проблемы. Представляю свою тему «Поступок правонарушения преступления как следствие правовой неграмотности». Почему ты решила взять именно эту тему? Потому что мне стало интересно, почему подростки бродят себе всю жизнь из-за этих необдуманных поступков. Сама тема про героев Советского Союза, которые воевали во время войны, как они мужественно вели себя, и про это мой рассказ. Почему ты решила именно эту тему взять? Потому что она так затрагивает сердце, и благодаря нашим дедам и прадедам мы так счастливо живем. В отдельном блоке конкурса представлены творческие работы. Это поделки на социально важную тематику. Одна из таких работ Мадины Абдурагимовой «Право на жизнь, свободу и неприкосновенность», метафорично отображенные в поделке из дерева, пластмассы и других подручных средств. Здесь представлен эпизод из сказки «Гуси-лебеди», в которой нарушено право героев на неприкосновенности жизни. Сказка «Гуси-лебеди» – мудрая поучительная история, которая раскрывает детям истину. Чтобы рассчитывать на помощь и понимание других людей, нужно научиться самому делать добро. Конкурс «Права человека глазами ребенка» проводится каждый год на протяжении уже 13 лет. В этом году в финальный этап прошли 14 детей. Все они приехали из разных уголков республики. Ребята оценивают по новизне и неординарности подхода к теме оригинальности и глубине исследования. Очень важный, очень полезный для школьников конкурс. В этом году участвовали более тысячи учеников различных школ практически со всех районов города Республики Дагестан. Он позволил им начать некую исследовательскую работу. Хадижа Курбанова, Мусас Алгиреев, телеканал ННТ, Махачкала. Этнофестиваль студентов иностранцев стартовал в Махачкале. Он проходит уже в четвертый раз и собирает молодых ребят со всего мира, которые проходят обучение в нашей республике. Открытие состоялось в Кумыкском театре. Подробности расскажет Хамз Нурмагомедов. Мероприятие началось с праздничного концерта. Со сцены к иностранным студентам со словами приветствия и добрыми пожеланиями обратились представители власти и ректора высших учебных заведений. Это мероприятие становится таким объединяющим центром иностранного студенчества, и наших российских студентов, где проводятся и интеллектуальные игры на знании русского языка, на знание общей истории российской, на знание наших традиций. Это мероприятие нацелено на будущее. Ведь это залог того, что в дальнейшем иностранные студенты, уезжая к себе на родину, будут нашими друзьями. Это залог нашего будущего взаимодействия и сотрудничества. Это мероприятие продвигает и в сознании иностранных студентов, и в их осознании нашей истории, наших традиций, не только Дагестана. Фестиваль для иностранных студентов в нашей республике проходит уже в четвертый раз. Среди участников как первокурсники, так и старшекурсники. По словам молодых ребят, это возможность найти новых друзей и ближе познакомиться с культурой Дагестана. И если мы говорим о Дагестане, то все равно культура разная. Очень разная. У меня тоже разная, с учетом другая культура, но люди здесь, жители Дагестана, они такие крупные, яркие и тоже помогают всегда. В рамках мероприятия фойе Кумыского театра представители республиканских вузов подготовили авторские фото-выставки и организовали этнокультурные подворья разных стран мира. У нас на факультете есть интернациональный музей. Вы видите тут разные сувениры. Откуда эти сувениры? Кто их подарил? Естественно, студенты-иностранцы, которые учились у нас на подготовительном отделении. Они, заканчивая подготовительное отделение, хотят оставить о себе память своим преподавателям. Вы видите тут разные-разные сувениры. Вы видите, можете, пожалуйста, это Южная Корея, это Йемен, это Сирия, это Турция, это Алжир. Фестиваль продлится два дня. Его участников ожидают круглые столы, интеллектуальные игры, экскурсионная программа, поездка в ГУНИП и на Сулакский каньон. Организатором фестиваля является Дагестанский гуманитарный институт при поддержке Минаца Республики. Хамза Нурмагомедов, Магомед Магомедов, Мурат Бикбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. Хабиб Нурмагомедов больше не будет выступать в октагоне. Об этом чемпион UFC заявил накануне на встрече с молодежью Дербента. Известный дагестанский боец ответил и на ряд других актуальных вопросов. Там же Миксфайтер получил награду «Достояние Дербента» и осмотрел настенные граффити с изображением себя и своего отца. Тему продолжит Курбан Рагимов. Первым делом Хабиб Нурмагомедов оценил граффити на стене одного из многоэтажных домов. Десятиметровый рисунок изображает чемпиона UFC и его покойного отца Абдулманапа Нурмагомедова. Боец признался, что увидел необычное граффити в соцсетях и был очень тронут. Настолько, что не удержался и приехал в древний город. В целом это у нас стрит-арт фестиваль, который уже второй год проходит. В этом году мы сделали пять изображений на фасадах в разных техниках. В 3D, в этнике, именно с дагестанской тематикой такой этнической. И завершили вот такой вот работой. На встрече с молодежью госсекретарь Дагестана Хизря Бакаров назвал этот день ярким для всего города и вручил чемпиону высшую награду «Достояние Дербента». На сегодняшний день Хабиб один из таких, который действительно весь мир его знает. И каждый второй, наверное, дагестанец, даже каждый первый дагестанец только говорит «Хабиб, Хабиб, Хабиб». Уже маленькие дети, еще не умеют ходить, а друг друга делают удушающие. Это до того, посмотрите. Хабиб, тебе спасибо, что поднял Дагестан до таких высот. Спасибо, что есть. И мы очень рады. Я очень хорошо знал отца Абду Манапа, у научного человека. И всегда есть спортсмен, а есть спортсмен, который грамотно говорит, грамотно высказывает свои мысли. Далее встреча прошла в формате беседы. Участники задавали Хабибу Нурмагмедову самые актуальные вопросы. Добрая половина болельщиков убеждена, что чемпион UFC обязательно вернется в октагон. Однако сам спортсмен решительно заявляет, что больше не связывает свою жизнь с выступлениями в ММА. Они всегда будут хотеть, чтобы я дрался, потому что, вы же понимаете, это большие деньги, большие просмотры, ажиотаж людей, интерес. Там, где интерес, там есть деньги. Так что я думаю, что эти разговоры всегда будут, они будут меня преследовать. После такого ответа возник вопрос, какому делу лучший боец мира вне зависимости от весовой категории посвятить себя теперь. Вопреки слухам, Нурмагмедов заверил, что не собирается в большую политику. Сейчас он планирует сосредоточиться на образовании и сельском хозяйстве. Я только завершил карьеру, и как бы голова тоже загружена, во-первых. Во-вторых, если человек идет на такую должность, у него должна быть как минимум политический опыт. Во-вторых, в-третьих, у него должно быть как минимум образование. Пока что вот эти моменты, они как-то не соответствуют. Да, там Хабиб умеет драться, но мы же не знаем, какой Хабиб там в политике. Я, например, купил баранов, занимаюсь сельским хозяйством. Хотел бы, чтобы бараны сделали мне маленьких, так скажем. И в этом направлении что-то развиться. У меня есть бычки, на откорме, так скажем, есть коровы, есть парники. Сельским хозяйством, так скажем, там, где я родился, вырос, я там занимаюсь. Не сказать, что на мировом уровне, да, но все может быть. Болельщики интересовались секретами успеха и получали ценные советы. Хабиб рассказал о своем детстве и трудностях, с которыми сталкивался на пути к успеху. Если вы хотите стать лучше, не обязательно, это должен быть спорт. Сейчас люди могут учиться, получать образование. Что вам важнее? Вам важно, чтобы вы сидели в телефоне, в день, например, да, 4-5 часов. Или это время вы можете уделить там учебе, тренировкам или там посвящению родственникам и так далее. Много таких моментов бывает, когда вы можете позже провести время. Так что мой совет – цените время, то, что у вас есть. И я думаю, что вы можете прийти к успеху. В администрации Дербента тепло приняли чемпиона. Однако увидеть Хабиба вживую сегодня желает гораздо больше людей. После пандемии руководство города планирует устроить встречу со спортсменом на стадионе. Вы еще не учите, давайте я просто примерку вас узнать. Браво! Курбан Рагимов, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ, Дербент. На этом у меня все. Оставайтесь с нами. Курбан Рагимов, Мурат Бекбарзов.